А благодаря этим людям я могу продолжать делать для вас видосы, так что и вы можете меня поддержать на бусти по ссылочке в описании. Спасибо! Субтитры делал DimaTorzok Warhammer 40000 Rogue Trader Собственно, про вольного торговца. РПГшка такая классная. Короче, все полезные ссылочки будут в описании на эти плейлисты и на стримы на Твиче. Собственно, на мой канал на Твиче. Заходите, вас там очень не хватает. Так, ну что, давайте начнем новую кампанию. Посмотрим, что у нас тут есть. Милосердная сложность. А что они не с резиновыми муточками? Так, стандартная, безжалостная и легендарная. Ну, давайте стандартную сложность поставим. Я так понимаю, у нас здесь режимы что-то типа из XCOM'а, да? Ну, типа Iron Man'ов и так далее. Вот у меня, кстати, даже дополнение Execution Force есть. Артем тоже мне за него закинул денег. Говорят, самое лучшее дополнение для этой игры. Не знаю. Отзывы, надеюсь, не врут в Steam'е. Предупреждение о повышенной светочувствительности. О, да, света тут очень будет много. Но если у вас есть эпилепсия, реально, вырубайте видео, ребят, это не шутки. Идет 41-е тысячелетие. Вот уже более ста веков и император неподвижно восседает на золотом троне Земли. Человечество ведет нескончаемую борьбу за выживание с демоническими порождениями богов Хаоса. Но от истинной тьмы людей защищает лишь одна сила. Серые рыцари. Это тайный орден космических десантников. Самая надежная защита Империума от величайшей угрозы. О которой некогда предсказывал сам император. Клинок человечества против демонов. Ибо во мрачной тьме далекого будущего есть только война. Блин, аж мурашки по коже. Ну, кстати, да, Серые рыцари это орден, который борется в основном с демонами. И про него, ну, как бы в Империи меня особо знают. То есть мы, как бы, играем за такой тайный орден космодесантников. Потому что, ну, остальные ордена, в принципе, все знают в Империуме. Все, у всех они на слуху. А Серые рыцари, они служат исключительно орда Еретикус, да, получается? А, не, орда Малиус, извините. Так. Говорит Феррани Эверик, капитан военного корабля Святость Гнева. Гахезис потерян. Гахерис потерян. Приказ всем имперским кораблям немедленно вступать. Это чё, око ужаса разорвалось, да? Ударный крейсер Астартес. Зловещий Эдикт. Ну, если вы валите отсюда, то мы летим туда. Корабль, вы слышите меня? Гахерис обречён. Примите это предупреждение. Вы сделали всё, что смогли, капитан. Ступайте в свет Императора. Вы не можете идти в этот шторм. Мы делаем, что должны. Прощайте, капитан. Нет, на самом деле они могут. Они как раз-таки созданы были, чтобы сражаться с демонами. Техножелез, докладывай. Обереги Гекса Камы испытывают максимальную нагрузку. Мы не можем долго оставаться на этой орбите, командующий. Немедленно отправьте штурмовую группу. Я присоединюсь к ним и сам положу всему конец. Как пожелаете. Да, кстати, вот у него даже на лбу был значок Инквизиции. Но если кто не в курсе и не шарит за лор Вархаммера, то Орда Маллиус это Орден Инквизиции, который, собственно, борется с всякими демоническими порождениями. С Иммотериумом, с Варпом, грубо говоря. И вот это их личная ударная бригада. Так, штурмовая группа выслана. А вот он и я, несокрушимые щиты Тимея. Космодин Сантик, который никогда не надевает шлем. Сегодня Каэдиум падет, Эктар. Наша миссия близится к концу. Блин, ну ролики классные. Дорого-богато выглядят. Прям реально, будто бы Батлфлит Готик Армада смотрю. Серьезно. А Готик Армада довольно клевая игра. Ну чё, рванули. Вперёд, бескрайний космос, в котором есть только война и чёртовы демоны. Паламет, докладывай. Мы рачитили путь от отбросов. Наша цель прямо перед нами. У нас мало времени, братья. Прорываемся в собор. О, да. Немножко игра, кстати, подфризивает, но так, немного. Кстати, напишите в комментариях, кому интересно, хотели бы вы увидеть прохождение по этой игре, полное прохождение, да? Или же нет? Потому что один видос я по-любому сделаю, а вот насчёт прохождения пока не уверен. Так что у меня очень важно мнение. Всех и каждого. Такая игра клёвая, и на самом деле... Ну вы ж меня знаете, я люблю Вархаммер. Так, полное укрытие, да. Погнали. Ну да, тут такая экскумовская система. Так, стрелять. Давай постреляем. Да. Все болты. А что, обычные болты уже не в моде? Так, и перезарядка. Так ты только пострелял, какая перезарядка? Ну, короче, ладно, это обучение, я понимаю. Так. Ну, короче, да, у нас тут полное укрытие и половинчатое. Классическая экскумовская схема. Так, стреляем. Туда. Все болты. А можно будет выбрать ещё это, да? А, нет, а типа можно усилить болтами. Наваг недоступен. Клёво. То есть можно будет болты усилить психическими силами. Ну, на самом деле, серые рыцари, они ж почти все псионики. Или вроде все псионики, не помню. Атака в ближнем бою. Они все псионики, если я правильно помню. То есть они все умеют колдовать. Так, давай оборонку сделаем. Щит эгида. А, всё, твои дружки уже скурвились. Блин, а больного щита. Ага. Овервотч. Я понял. А, тут даже радиус показывается клёво. Блин, вообще, это больно. Похилиться бы. Обычные автопушки как-то больно делают. Так, ещё прикрытие делает. Понял. То есть тут двигаться вообще никак нельзя. Перейдите камеру, чтобы заглянуть внутрь собора. Ну, давай заглянем. Так, приместите агро вейна в собор, чтобы выбить дверь. А нам не надо помогать нашему боевому брату? Нет, нам надо эпичное выбивание двери. Это дверь еретична. Чёртовы демоны. А, да-да-да-да-да. Это я смотрел в трейлерах. Типа, можно колонну обрушить на врага. Это офигенная механика. Типа, берём так кулаком. На! И колонна падает от противников. Охеренно. Правда, оно их не убивает, но наносит значительный урон. Это клёво. Так, да, давай поможем брату нашему боевому. Гранатка. О, это я люблю. Слушайте, тут даже подсветка граната, как в XCOM. Это клёво. На самом деле, я не против абсолютно XCOM оповахи. Вообще не против. Наверное, именно поэтому люди говорят, что типа это... Хорошая игра по вархаберу. Там, кстати, на гранте была написана ярость. Круто. Выбрать цель. Цель чего? А, мы можем добить его. Окей, добиваем. И мы можем тоже Overwatch сделать. Давай. Типа, демоны сюда пойдут, мы будем стрелять. Тоже самое. Тоже самое. Ну, понятно, это, короче, обучающая миссия. Ну, довольно клево сделано, кстати. Единственное, немножко микрофрезы напрягают. Было бы их поменьше, было бы классно. Ну, игра очень красива, конечно, да. Нет, боевой брат. А, он сам восстановится через три хода. Ну, если его, конечно, раньше не добьют, как я понимаю. Его ж могут, наверное, добить. Чёртовы демоны. Порождение варпа. Удар с тыла. Ближайшие враги с оружием брюшебоя нанесут... Игнорируйте ответные удары, установите новый маршрут. В смысле, игнорируйте. Меня сейчас будут бить. Ну, это... А нахера нам идти дальше? Так, камеру можно двигать. Ярость древних. А, вот так ты умеешь. А что делать? Психическая атака с разбросом. Давай, попробуем. Ну, шпионники. Давайте бахать. Хорош. Слушай, они даже красиво разлетелись в парикдолу. Блин, игра очень красивая. Так, наполовину наложил эффект прегвождения. На его очки 10 нужен штраф. Я заметил. Поэтому давай драться в ближнем бою. В чем проблема? А, собственно, это у нас апотекарий, да. Автозащита. Кровопускатель обладает автозащитой. Парирование может отменить первую атаку в ближнем бою. Снова нападите. Ну, у нас с этим, с Нортециумом, да? Или как эта штука называется на руке у апотекария? Нортециум вроде. Так, надо демонов резать. У нас есть силовые мечи. Почему бы ими не воспользоваться? Опа. Даже так? Давай выберем цель. Слушай, прикольно. Даже цель можно выбирать. И добить. Казнить. Накладывать ярость. Зачем? Казнить, конечно. Палач. Это я. Так, стоп. А, силовый удар. Да, мы можем усилить удары. Это я заметил. Психической энергией. Класс. Слушайте, ну, игра прям неплохая. Очень даже. Перекрючитесь со следующего сервера. Крысаря, да. Исцеление. О, да, Нортециум. Давай похилим, брата. Вставай! Еще не время отправляться к императору. Перезарядка. Блин, у нас парамет, конечно, тоже полумертвый. У него одно хп осталось. Ага, вы защищаете собор, я понял. То есть, вы вход защищаете, а остальные продвигаются внутрь, да? Или как? Там стена пробита. Давай. Где интересно? Через окно прыгнем или что? А, вот брешь есть, да. Слушай, а на самом деле мы полуубитые, реально. Ты-то нормально вообще, да? Мы реально полумертвые. Что там происходит? О, знак Хорда! Чертовы боги хаоса. Только свет императора. Имеет значение. Жестко. Вот бы ты так демонов уничтожал. Эрехул. Бесполезно. Миллионы душ питают пламя. Порог пройден. Энергия варпа уже здесь. Твой культ уничтожен. Твой ритуал окончен. Насладись этим вздохом, ибо он последний. Жестко. Да. Ну давай. Слушай, как же тут все эпично и пафос-то. В стиле Вархаммера, кстати. Один в один. Как в других играх Вахи. Ну, эпик и пафос. Это два лучших писателя, сюжетов и сценариев для Вархаммера. Так, у нас четыре противника. Преодолевание пропасти. Ты умеешь прыгать, да? Серый рыцарь, силовый успех могут прыгать. Да, я понял. Типа, ну... Типа, это нормально. Это ж... Это ж тебе не ангелосы, который прыжки в терминаторской броне делает. Как бы... Силовая броня позволяет тебе прыгать, но не сильно. Так, ну чё, поехали резать. Отродья хаоса. Чё, больно, сволочь? Утар, защитим собор. Давайте, парни, защищайте. Вы, конечно, полумёртвые. И чё-то у меня есть подозрение, что вы не выйдете живыми из этой операции. Но... Для слуги императора умереть в честном бою с противником, это лучшая награда. Блин, он огненную зону сделал. Вот скотина. Так, первый готов. Патроны, всё, да? Ну, бывает. Эх, чёрт тебе дери. Живи, парамедик! Живи! Кто у нас геносемия будет собирать? Да ёпт твоё! Всё, минус один у нас. Наши братья выиграли нам драгоценное время, Ялантус. И сюда. Ну, точки назначения делаем, да, чтобы по огню не ходить. Огонь наносит урон. Ну, и время стрелять. Может, пси-болтами? Не, нельзя. На тебе, отродья хаоса, получи священных болтов. Со священного Марса. Нам просто эти атаковать, да? Ну, я ж помру. А нельзя как-то мимо огонька пройти? Не, нельзя. Ладно, вперёд так вперёд. Сгорим! В огне варпа. Ну, убьём эту сволочь. Что, не нравится, скотина? И это всё... Слабак. Твои боги слабы. Отродья хаоса. Жалки смертой. Паршивые отродья ложного бога. Я свет, изгоняющий тьму. Молитвы тебе не помогут. Я молод! Молитвы! Сегодня ты победил, рыцарешка. Но это война вечно. Кстати, он прав. В каком-то плане, демон прав. Пока есть люди в нашей вселенной, всегда будут и демоны. Потому что демоны, собственно, олицетворяют все наши негативные эмоции и прочее. Они же питаются. Они же этим питаются. Это же их, так сказать, еда, кушание. Анализ. Признаки варпа исчезают. Значит, кровавый ритуал окончен. Где тут доклад? Доклад. Где командующий? Он пал смертью храбрых. Клинком оклинок против грязного богохульства. Нам боги на семя собрать? Ну, там, снаряжение можно. Потому что серый рыцарь не обычное снаряжение кусмодесанта. Как вы заметили. А это всякие психические мечи, болты психические и так далее. Это все надо собирать. Ваш командующий пал, но еще не все потеряное. Серые рыцари мощные, генетически модифицированные суперсолдаты. Ну, спасибо, капитан Очевидность. Они могут пережить ранения смертельно для обычного человека, но они не бессмертны. У всех рыцарь есть особый ресурс стойкость. По нему можно определить, сколько кредит ранений может пережить рыцарь в ходе кампании. Прежде чем его остатки потребуется отправить обратно домой на Титан. С повышением ранга у рыцарей увеличится показатель стойкости. Круто. То есть ветераны более стойкие. Ну, это, в принципе, логично. И не противоречит лору, как в Dawn of War 3, да? Да, я сегодня буду много камней в огородке до третьего дома, потому что это настолько плохая игра. И настолько это хорошая. Прям серьезно, эта игра очень хороша. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok долгая кампания наконец-то она окончена победа сыну из жизни нашего командующего при жизни он всегда верно служил императору истинный герой теперь со смерть его служба окончена утверждение корабль критическом состоянии зловещий эдикт серьезно поврежден нас ждут скорбные дела да поэтому я пригласил нашего гостя ты назначил его на должность командующего те кто подходил погибли во время кампании ложь ты выжил прошу прощения временный командующий жрецы марса не понимают наших рыцарских клятв у нас осталось очень мало людей припасов ваша задача сопроводить нас домой задание довольно простое по возвращении на титан я поставлю вопрос о вашем командовании перед горсмистерами ордена а пока я буду помогать по мере своих сил я также помогу советом и делом но помни что моя главная работа и забота это зловещий эдикт береги наш корабль командующий как только ты даже приказ мы отправимся на титан ну понятно тут даже у x кома эту фишку переняли что типа ну и как бы игрока назначают командиром всей всех дел так добро пожаловать на зловещий эдикт да корабль нас не в лучшем состоянии да давай в стратегию мем один зашибы братьев достойно себя проявил два почтим его деяния а он выжил и алантус доступно повышение остальные у нас новички как бы которые были туда койко доступно так брат олрик одари на юстикар пожалуйста решительно что им стрелять уделить больше вниманием так каждое повышение рыцарь получает 2 очка навыков повышение урона от пси болта основа дисциплина все болты да не хочу пси болты юстикар броня то есть у нас щитами стрелковое оружие может быть в ближний бой улучшить и вот молотобой давай сюда пойдем что что он разделяет надо а мы откроем следующее все вот давай в молотобойца пойдем изучить навык так и тут у нас наверно давай мы возьмем при активации варп заряда накладывает эффект кровотечения 2 кровотечения откроем нормально мне подходит а можно как-то подвинуть туда не никак так ладно пока что сделала ближника мне кажется он будет очень хорошим рыцарем ближнего боя так звездная карта поехали кораблю нужен срочный ремонт нам лучше взять курс на титаны поговорить с гроссмейстерами ой-ой-ой далеко на плюс лететь а у нас ресурсов то хватит долететь и корабль то выдержит это все дело мышь как бы сейчас варп полетим не забывайте мы через материн путешествуем да да сейчас демоны на нас не кинулся случаем конечно поле гейлера у нас есть но но даже она не всесильно бывает приостановить время можно вас какие-то ресурсы есть кстати прогностика и что-то еще на пути к титану астопатический узел карамара сектор тиртаус зловещий дикт именем бога императора доминос кто говорит фрагменты кода указывает что сообщение идет по каналу инквизиции зловещий дикт приготовьтесь к моему прибытию долг зовет командующий нужно установить вог связь но мы как бы подданы инквизиции так что это наши начальники корабль инквизиции даю разрешение пристыковаться и пройти на борт жалко кстати здесь техно жести разговаривают как в игрушке вархаммер 40 тысяч механикус а это рассказывает он частично то говорит они там проговорили утвердительно отрицательно тут он тоже говорит такими фразочками это прикольно потому что в действительности техно жрецы так разговаривают они же как бы полу люди полу машины они меняют свои человеческие части тела на механические чтобы стать роботами но по факту это люди если кто вдруг не шарит за мир вархаммера вот этих на жрец роботизированный это это как бы человек просто сильно напичканной техникой всякой меха дендритами там окулярами до которой глаза ему заменяют место рта у него видите вот этот приемник ну или как передатчик динамики короче как в компьютере вашем вот этот красники слева я про него говорю так инквизиция что вам от нас надо мы полумертвые дайте время восстановиться и вообще где наша зарплата если мы на вас работаем платите жалование слава богу император я нашла вас я беру командование кораблем на себя да ёпт невозможно мы направляемся на титан эдикту нужен срочный ремонт это правда инквизитор последний крестовый поход обескровил нас я не слепая рыцарь но еретики не станут ждать пока мы отправимся мне нужно на карамар прайм в этой системе полагаю уж это то путешествие корабль выдержит и что в этом надеетесь найти это под гниющими небесами воздух сгущается от последнего вздоха гибнущего мира семена посаженные плоти кости орошенная кровью и слезами одинокий воин саду ухмыляющегося бога обрывки автоматического бреда это еще не все она растет она плодится его великое множество на эфирном ветру цветение разрастается нургл что ли сначала затем карамар затем мир за миром его корни уходят за древнюю завесу инквизитор услышь меня услышь же услышь же меня кто ухаживает за садом дедушка нургл астропат отдал свою жизнь чтобы отправить сообщение теперь вы понимаете что надо действовать командующий мы не можем еще больше рисковать нашим кораблем это корабль ордена доминус инквизитор имеет полное право просить нас о помощи это не просьба командующий свое позволение мы возьмем курс на этот карамар прайм отлично пока что этого достаточно подожди леди инквизитор а вас часовой свиты нет вы полетели на опасное дело без никого я конечно понимаю что мы обязаны вам помочь по долгу службы по чтобы как бы вам служим мы орден инквизиции по сути космодесанта но с другой стороны вашу ж мать где ваши силы личные убить всех врагов обнаружен хаос я заметил да это правда начать миссию а информацию почитать легкая степень заражения признаки неизвестны чумы ну это дедушка нурга зеленый цвет сквер на хаоса не известны а мы тут можем почитать посмотреть кто нам противостоит прикольно ну поехали долг зовет так сказать даже если ты истекаешь кровью надо исполнять свой долг до последнего вздоха такова служба космодесанта доклад верхних слоях атмосферы обнаружены сигналы карантинных маяков но сама поверхность молчит чума командующий отправь отряд на поверхность рыцарь титана вы орудие воли императора приземлитесь на планету и узнайте обоснованы ли опасения инквизитором я думаю да она просто так не вызывает никого так нажмите чтобы настроить сооружение о да давай я хочу это посмотреть так набор ближний бой алебарда ну у нас она есть а мы можем взять разные алебарда дарига ектара не стоп ну и даже не знаю что и взять да и алебарду ектара возьмем типа ну я даже не знаете почему нам надо вроде все есть начинаем миссию так у нас один тяжелым болтером один с копьем ну или как эта штука называется так есть апотекарий слава богу он тут апотекарий называется потому что в первом доуну воре был период где их называли аптекари аптекарями перехватчик но библиариев у нас нет пошла с каждой собственно библиарий у нас все обладают психическими способностями у нас здесь библиариев не водится насколько мне известно потому что принципе каждый космодесантник серых рыцарей это отчасти библиарий в каком-то плане ой ну по этой картинке все понятно у вас сифилис недуги это пагубные эффекты действия которых как правило длится ограниченное число ходов понятно надеюсь миссия недолгая потому что я хочу уже закончить видос мне в принципе закрою все понятно она довольно клевая единственное что немножко огорчает оптимизация игра в моментах даже в главном меню когда ты выбираешь какие-то способности они завидовали у вас это на видео или нет но она подлагивает немного на такие как не подлогит фризы небольшие есть так отправки людей на поиск и следов чем и как бы то сделаем на врагов бузу обнаружить так давай пойдем вот не дай сюда а блин мы два хода потратили точно так там что то есть да хорошо давайте сюда двигай пока что двигаем максимально вперед так у нас там какая-то цель да так это искоренитель это у нас тяжелый болтер и можно и подальше постоять он дальнобойный боец у нас так а ты у нас мечом давай пока сюда мы как же не быстро бегает круто рост цветения ага показатель выброса варпа возрастает каждый ход зависимости от уровня скверны на планете всякий раз когда вы применяете силу воли если показатель достигли 100 процентов произойдет выброс варпа с непредсказуемыми последствиями весело так и что у нас тут что это неизвестно патроны там какие-то ли что это так тут у нас юридики слушай они даже разбегаются как в x коме прикольно так у нас контакт с противником информация бойца можно почитать про них я понял но пока мне это ни к чему так давай-ка мы туда кинем гренку может быть и скинем ему overwatch вообще отлично нужно надо здесь спасать их ну как бы убивать их не они гранаты и потому что если вы помните в их ох ё-моё пошли все помните в x коме в x коме если вы помните там если ты убиваешь пришельцев гранатами ты не получаешь за них ресурсов что это за место такое что это писать цель какая-то может быть это какие-то ящики которые взрываются я не знаю так искоренитель давай сюда еще двое осталось живых ты с тяжелым болтером темы пострелять конечно так есть по кому пострелять нет не достает тогда телепорт клёво но я не буду она тут сделаю overwatch если они вдруг захотят ближнем бою пойти мы постреляем отлично так мы побежали вперед мы довольно мощная для этих еретиков ни хрена себе ты прыгаешь жестко так а вы с этой стороны типа во фланг зашли суки такие ну этого стоило ожидать так overwatch понял даже тут попали нихера себе метки какие но это пол это их стандартная тактика вырубать overwatch сейчас мы гранатка исправим граната поправит это дело а ты не достаешь вот ты достанешь кидай гранату а подожди тебе ты же overwatch и 2 тогда сюда подойдем и кинем гранату туда вот так достаешь отлично а ты даже оттуда достал ну нихера себе жестко прервите прикрытие или огонь подавления противником прервали так это не суп кто сходит ага ты хочешь мне нужен кто-то другой психическое так обычно бою вот давай его зарежем поехали чертов еретик так перезарядка способности такой у нас идет погнали дальше будет укрытие никакого нет давай тогда попробуем нет а нельзя как-то подойти а потом врубить скилл можно пока так а там разберемся бля сейчас играю реально как в классический x-com сверхбольщими вот этими вот классика так ты брат давай тоже иди сюда ты с тяжелым болтером даже ни разу не пострелял а надо бы так давай защиту блин светение идет ну да я так понимаю тут по сюжету нам цветение это надо чтоб оно прошло так там противник они тут тоже стрелочка показывает куда идут прикольно давай сюда и а че такое overwatch не как бы ну близкий давай так скажем для тяжелого то болтера ты же дальнобойный дальнобойный вид оружия ладно сейчас разберемся слушай мне нравится как они передвигаются они такие хоть и грузная до большие но очень удобно я как бы каждое движение чувствую импакт есть это клёво так еще одна пачка сейчас они по идее сюда пойдут на рост цветения что будет сто процентов у нас да даже не обсуждается давай ты брат подойди сюда отсюда постреляем тяжелого болтера на наши надо пострелять вот так это уже не просто еретики это уже демоны они мутировали так начало боя то блин я нифигаш не вижу двигай сюда и давай постреляем поехали отлично урона правда маловато но это бьем может шикарно так я изучу эту я не позволит и заразе распространиться среди моих сервиторов это кстати правда не смей мешать этих на жрец я буду действовать согласов протоколу уж ваши протоколы леди инквизитор то есть тут надо как в их скоме да не взрывать всех гранатами тут тоже надо исследованиями заниматься сушевая прикольно не ответа ты даже от падения получит урон офигенно так давай в руме сюда overwatch подойдут стрелять будем они тоже тут хотят изучать гребан инквизиторы как я их люблю достанешь до туда ну должен да я не совсем если честно понимаю местами радиус поражения моих бойцов типа одну достают они или не достают это не совсем мне в кое-какие моменты понятно так давай сюда и кстати на самом деле инквизиция и техно жрецы это разное отделение то есть техно же сможет послать инквизитора на три буквы по одной простой причине потому что техно жрецы как бы не состоят даже в империуме ну типа мы доставим трупы да да вот это надо про бальзамировать там спиртиком помазать а то блин реально чума будет отлично там еще была пачка врагов а это она и была то есть это все миссия слушай а мы даже не довели цветение до 100 процентов и так понимаю когда у нас будет сто процентов там может какой-то демон тут появится или какая-то какой-то и противник мутировать или нам дебафы могут кинуть какие-то не знаю оружие можешь клинить будет я так понимаю надо стараться не допускать цветение стопроцентного иначе будет плохо ну что логично конечно же ну чё мальчики все вернулись молодцы хорошо поработали дело сделано шикарно повышать пока некого опыта не накопили но ничего скоро будете ветеранами так либрис давай чё у нас в либрисе изучение какие-то по ходу да и прикиньте вот такие вот комнаты есть на этом корабле да жесть это же по сути корабль это как целый город здоровенный со своими приколами туда же своя иерархия есть боже мой какие вот анимации правда в катсценах до средненькие пуша леди инквизитор как-то так себе идет у вас впечатляющий архив с манускриптами о демонах командующий не уступает некоторым коллекциям в крепостях инквизиторов здесь будет мой кабинет я уважаю вас как военного командира но мне придется остаться здесь до тех пор пока не узнаю как избавиться от этой чумы и конечно я открыта для ваших предложений что по вашему мнению лучше изучить для миссии однако чтобы начать исследование мне надо вскрыть труп аспенного зомби которого добыли ваши братья я уверена что в нем содержится ключ к пониманию этой скверны а я уверен что вы занимаетесь херню и леди инквизитор хотя фигура у вас ничего так и поговорить меню исследований но я мая серьезно вскрытие серьезно дают буквально этого к это их ском ребята один в один тысячи тридцать дней будет выполняться командующий нам катастрофически не хватает ресурсов прошу затем мануфактуром давай а ты у нас будешь заниматься я так понимаю техническим нашим освещением будешь мастерить на всякие болтеры мечи и броню гранаты чисто отдел исследования я делаю инженеров из xcom прикольно не на самом деле я не против чтобы кто-то сделал в другом сеттинге еще один xcom но на другой лад вообще не против мне кажется все механики которые были в первом xcom ну и во втором тоже они работали классно что собственно сделали xcom от фераксис games довольно популярной игровой серией так что у тебя там техно жрец докладывай ну то что судно в говне мы в курсе так мои сервитуры восстановили мануфактуром для работы но корабль все еще сильно поврежден без хорошей верфи восстановление будет медленным и ограничено по ресурсами которые мы можем запросить титана или ближайших инквизиторских анклавов сейчас самое главное наладить работу главного реактора корабля строить отсеки будем до статус корабля мы в дерьме плазменный реактор 2 чинить на это требуется сервиторы и какое-то количество дней понятно командир я настроил звездную карту для отображения нашего текущего местоположения однако осведомленность о том что происходит вокруг крайне ограничено можем ускорить время ну короче да он как в экскоме ну вы поняли уже да что здесь все как в экскоме разные миры тут разные события будет происходить разные миссии и так далее короче на титан мы не летим ребята у нас слишком много работы как я понял доминус полностью восстановила звездную карту мы получаем поток обработанных данных и астропатических фрагментов со всего сектора кажется чума уже распространилась везде где только можно нам сообщили о двух зараженных системах нужно внимательно следить за этим заражением и решить куда лучше направить наши силы пока инквизитор ищет ответы неудача будет стоить нам многих душ ну это то понятно в целом это понятно плазменный реактор починен классно так то что ребята это принципе я предлагаю сделать паузу мне кажется игра ну просто офигенная и честно да а вот я хотел проверить хороша ли игра я проверил да она хороша если вы до сих пор еще не играли в киос гейт димон хантерс поиграйте тем более сейчас данный момент когда вы смотрите это видео я его записываю во время зимней распродажи стим игра стоит не так чтобы дорого со скидками серьезно поэтому я бы даже советовал вам ее приобрести может быть даже с дополнениями правда не все дополнения хороши судя по отзывам стиме собственно вот такая вот игра мне она понравилась жду вашего мнения в комментариях типа стоит ли продолжать записывать видосы по этой игре ну делать прохождение полноценное или все-таки лучше ограничиться одним видосом и кинуть свои силы и время на что-то другое на этом все если вы на канале впервые подписывайтесь нажимайте на колокольчик лайкайте комментируйте и не забывайте как обычно переходить по прекраснейшим ссылкам в описании заходите к нам в группу вк в дискорд канал ну и на твич поглядывайте там мы стримим много всего самого классного так что заходите на этом все увидимся с вами будущих видосах на нашем канале всем пока пока